Котлеты из рыбных консервов по-японски. Картофель фаршированный рыбными консервами с сырным соусом. Макароны с сыром и рыбными консервами. Запеканка из риса с рыбными консервами. Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт. И как вы уже поняли, сегодня я для вас подготовила небольшой сериальчик про горячие блюда из рыбных консервов. Первый рецепт. Котлеты из рыбных консервов по-японски. На самом деле, конечно, японского в них мало. Но надо отметить, что котлетки получаются супер вкусные. Для котлет беру одну луковицу и нарезаю ее кубиком. В сковороду наливаю растительное масло. Нагреваю. Выкладываю нарезанный лук и обжариваю его. А пока он жарится, в удобную для панировки емкость насыпаю 50 граммов панировочных сухарей и 2 столовые ложки кунжута. Смешиваю их между собой. Лук готов. Снимаю его с плиты. Готовлю котлеты я из консервированной горбуши. Сливаю с нее жидкость. Рыбу кладу в миску и разминаю вилкой. Рыбу беру 2 банки, каждая объемом 490 граммов. А чистый вес рыбы в одной банке 360 граммов. Добавляю заранее отваренный до полной готовности рис. Его в сыром виде было 100 граммов. Кладу обжаренный лук. Добавляю 1 столовую ложку майонеза. Хорошо перемешиваю. Формую котлеты. Из этого количества у меня получается 10 котлет. Затем каждую сначала обваливаю в муке. Муки нужно примерно 40 граммов. Затем окунаю в яйцо. Его хватает одного. И в последнюю очередь панирую в смеси сухарей и кунжута. Снова разогреваю масло в сковороде. Выкладываю котлеты. Обжариваю буквально по паре минут с каждой стороны и снимаю с плиты. В котлетах уже все готово и сейчас нужно только сделать им хорошую хрустящую корочку. Именно такой она и получается. А подавать эти котлетки можно с васаби майонезом в качестве соуса. Это обычный майонез, в который добавляется капелька японской горчицы васаби. Майонез становится остреньким, поэтому нужно аккуратно, чтобы не переборщить с васаби. Котлетки внутри очень мягкие, не сухие, а эта корочка снаружи вообще бомба. Получается очень вкусно из обычных рыбных консервов. Второй рецепт. Картофель, фаршированный рыбными консервами. Это блюдо из обычных рыбных консервов и картошки. Можно даже на праздничный стол поставить. Оно и выглядит аппетитно и вкусным получается. Из одной банки консервов получается две порции. Я беру картофелины среднего размера. Хорошо мою, обсушиваю и накалываю зубочисткой. А затем отправляю в духовку. Прямо на решетку запекаться при температуре 180 градусов до мягкости. Время зависит от размеров и сорта картошки. Достаю картошку, проверяю на готовность зубочисткой. Картошка должна легко прокалываться. Даю картофелю остыть до комфортной температуры, чтобы с ним было удобно работать дальше. Выкладываю в чашку рыбу. У меня здесь консервированный тунец. Вес в чистом виде 100 граммов. Добавляю 2 столовые ложки готового сырного соуса и немного зеленого лука, нарезанного колечками. Разминаю рыбу вилкой и смешиваю с соусом и луком. Срезаю как бы крышечку по длине. Аккуратно чайной ложкой вынимаю мякоть, чтобы не повредить кожуру. Мякоть кладу в миску. Добавляю 50 граммов сливочного масла. Разминаю толкушкой для пюре. Вливаю 50 миллилитров теплого молока. Солю по вкусу. Не забывайте, что рыба соленая, лучше оставить картошку немного недосоленой. Еще очень хорошо разминаю и получаю картофельное пюре. Заполняю кожуру картофеля начинкой из рыбных консервов. А картофельное пюре перекладываю в корнетик с насадкой звезда и отсаживаю сверху на начинку, как небольшие безе. Кладу фаршированный картофель на противень и ставлю в духовку под верхний тен при температуре 220-230 градусов или в режиме гриль, чтобы картошка сверху немного подпеклась и зазолотилась. Вот такой фаршированный картофель у меня получается. Выглядит очень аппетитно. Посыпаю его зеленым луком и можно подавать. Сейчас я его попробую и мы с вами увидим разрез. Разрезается картошка хорошо. Начинка не вываливается. Она очень нежная и вкусная. Третий рецепт. Макароны с сыром и рыбными консервами. Это блюдо на каждый день. И нам оно почему-то по вкусу напоминает какое-то советское блюдо, но мы так и не вспомнили какое. Одну луковицу нарезаю кубиком. Натираю на крупной терке 130 граммов сыра. В сотейник кладу 80 граммов сливочного масла. Дожидаюсь, когда оно растопится. Насыпаю 50 граммов муки. Огонь убавляю до минимального и обжариваю муку, помешивая до светло-коричневого цвета. Начинаю постепенно вливать молоко, непрерывно помешивая при этом венчиком. Сначала вливаю очень маленькими порциями, хорошо размешиваю, чтобы не образовывались комочки. Затем увеличиваю и так всего вливаю 750 миллилитров молока. Нагрев снова увеличиваю и так контролирую процесс, дожидаясь момента начала закипания. Как начнет закипать, кладу сыр. Хорошо перемешиваю до полного растворения и снимаю с плиты. В сковороду наливаю растительное масло, нагреваю и выкладываю лук. Обжариваю до золотистости и тоже снимаю с плиты. Кладу лук в сотейник с сырным соусом. Одну чайную ложку зерненой горчицы. Параллельно со всем описанным мной процессом, я отварила до состояния полуготовности макароны. Переливаю сырный соус в кастрюлю с макаронами. Я использую мелкие рожки, в сыром виде их было 200 граммов. Перемешиваю и пробую на соль. Макароны я солила, а соус нет. Поэтому досаливаю по вкусу. Теперь кладу в макароны рыбные консервы. У меня здесь горбуша, чистым весом 360 граммов. Аккуратно перемешиваю, чтобы сохранить кусочки рыбы относительно целыми. Форму для запекания смазываю небольшим количеством масла. Перекладываю в нее макароны с сырным соусом и рыбой. Разравниваю. А сверху посыпаю 70 граммами панировочных сухарей. Ставлю в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Чтобы корочка образовывалась активнее, можно ее сбрызнуть растительным маслом. Достаю и подаю на стол. У меня получается почти что запеканка. Но не стоит от нее ожидать того, что она будет нарезаться ножом на идеально ровные порции. В горячем виде и сразу после приготовления соус еще заметен. Но если приготовить блюдо заранее или на несколько дней, то на следующий уже день вы будете нарезать макароны, как торт, на куски. И они вас уже так не порадуют, так как соус питается и блюдо станет сухим. Но зато, пока оно свежее и горячее, оно очень вкусное, нежное и мягкое. Четвертый рецепт – запеканка из риса с рыбными консервами. На первый взгляд может показаться, что ингредиенты не сочетаются между собой. Но на самом деле это не так. Здесь все на своем месте. Одну луковицу нарезаю кубиком. Одну морковку среднего размера тоже нарезаю кубиком. Один красный болгарский перец освобождаю от семян и перегородок, а стенки нарезаю таким же кубиком. В сковороду наливаю масло, примерно 2-3 столовые ложки, и разогреваю. Выкладываю лук, морковь и перец. Обжариваю и помешиваю минуты 3-4 до прозрачности лука. Добавляю 100 граммов зеленого горошка. Это свежий мороженый горошек. Сразу же добавляю 1 чайную ложку муки. Обжариваю, помешивая пару минут. Кладу пол чайной ложки соли. Вливаю 200 миллилитров сливок жирностью 10%. Добавляю 2 столовые ложки натертого на мелкой терке сыра. Перемешиваю и готовлю еще пару минут. Кладу рыбные консервы. В этом случае я взяла 1 банку сайры. Чистый вес рыбы 245 граммов. Перемешиваю, прогреваю еще 2 минуты и снимаю с плиты. Параллельно с этим я отварила до полной готовности 130 граммов риса. Перекладываю его в форму для запекания и разравниваю слой риса. На рис кладу рыбу с овощами и тоже разравниваю. Посыпаю сверху тертым на мелкой терке сыром. Всего у меня ушло 100 граммов сыра. Ставлю в духовку под тен на 10 минут при температуре 220 градусов или в режиме гриль, чтобы сыр расплавился и немного запекся. Достаю и можно сразу подавать. В горячем виде запеканка неплохо делится на порции. Она не сухая. Овощи и соус достаточно влажные. Эту запеканку можно готовить на пару дней. На следующий день она будет еще лучше нарезаться, но при этом тоже не будет сухой. Вот такой кулинарный сериал про то, какие горячие блюда можно приготовить из обычных рыбных консервов. Я для вас сегодня подготовила. Каждое из блюд можно готовить практически из любой консервированной рыбы. По вкусу они будут, конечно, отличаться, так как каждая консерва имеет свой яркий вкус. С лососевыми и тунцом вкус будет, если так можно выразиться, элегантнее, а с сайрой, с кумбрией или сардинами попроще. Пробуйте, готовьте, делитесь своими впечатлениями и своими рецептами. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на Ютуб, на Рутуб и в Телеграм. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!